Во-первых, когда у нас только началась война, и прошло где-то полгода, и я по телевизору вообще не смотрю, и случайно проходила мимо, может, на новости, вдруг смотрю, какие-то там врачи сидят, или кто там сидит, и я слышу, как-то от здоровья говорят. Оказывается, почему прекратился ковид так быстро? Началась война, и на следующий день прекратился ковид. Вот мы не задумывались над этим, да? А врачи говорят, почему это случилось? А случилось потому, что наш организм, у всех наших украинцев, да, произошел стресс. Организм реагирует на этот стресс, он отреагировал, все хронические заболевания ушли куда-то, ковид куда-то ушел. У меня такой случай был, у меня знакомая, а ее сын как раз в том году, когда война начала, заканчивал военное училище. А она лежала в больнице под аппаратом, у нее была засолок температуры, легкие не работали, ну, она практически уже умерла, она готовилась к смерти. И вдруг приходит сын и говорит, мама, я, тут началась война вчера, а сегодня он приходит и говорит, мама, я иду воевать. У нее сразу все прекратилось. Как это? Вот мы думаем, как это? Представляете, какой у нас умный организм. У нее прекратилось все, температуры, ковида не стало, ничего, все. А она получила такой стресс. Так вот, врачи, я вам скажу, врачи, что они сказали? Они сказали, что люди получили стресс, хронические заболевания все ушли. Вот, и все как бы здоровы, все только нервничают, в депрессию входят там, и все такое. И ничего нет. Но когда закончится война, и начнут люди успокаиваться, нервная система успокаивается, то все хронические заболевания выходят наружу. Все. Онкология будет процветать, потому что онкология – это стресс. Я пережила онкологию, и я была вроде бы здоровый, нормальный человек, но у меня был такой стресс, от которого я и так, это сейчас я уже такая, а когда я тогда была худенькая, и я за две недели еще на 16 килограмм похудела. Я была вообще ветром гонимая, да? Вот. И у меня случилась онкология на нервной почве. И, ну, у меня был граб толстого кишечника, у меня убрали все эти, ну, отрезали там сигмовидное тело, толстого кишку там и все такое, ну, вот часть отрезали, все. Вот. И у меня была проблема, ну, с кишечником, да? Куда, ну, куда деваться? Ну, тут уже ни в туалет не сходить, ничего нормально. Вот. Как только я начала, и это было больше 10 лет, и самое страшное то, что я не потела. Я вообще не могла потеть. Вот представьте, 40 градусов жары, 40 градусов, да? А у меня, ну, я не потею, у меня все горит внутри. Все горит внутри, весь организм, голова лопается, уши закладывает от того, что, ну, просто жар кругом. И вот как жить? Я смотрю, все мокрые, я хожу, у меня муж говорит, ну, мертвые не потеют, что ты сделаешь? Вот. Поэтому я вам хочу сказать, что когда я начала пить этот препарат, у меня буквально через месяц начал лопатить. Для меня это, думаю, боже, вот это еще начинаю потеть, вот это все мокрое, да? В голове уже нет ни голова, ни жара, ничего вообще. А потом спина, а потом, думаю, и кожа, вот кожа, да, как говорят, смаженный кабанчик, да? Вот это у меня была такая кожа, вот она была сухая, и чем я ее не мазала, она у меня была такая. Сейчас, к моему большому удивлению и к моей радости, я стала потеть, как нормальный человек. Кожа у меня изменилась, я уже ни килограммы не накладываю крема, вот, и оно у меня нормальное стало, потому что открылись поры, пошла чистка организма, и чистка организма пошла, ну, так, как надо, через кожу, через, там, кишечник, через все. Поэтому я вам хочу сказать, как говорили врачи, те, которых я слушала, они говорят, если, дорогие зрители говорят, если вы будете заниматься профилактикой своего здоровья, пожалуйста, принимайте все, что вы знаете, вы не будете так болеть, после того, как закончится война.